Приветствую всех, кто зашел на мой канал. Продолжаю рассказывать про наш отпуск. После обеда каждый итальянец хочет отдохнуть. И мой муж не исключение, ведь отпуск. А мне после обеда все время надо было куда-то бежать. И я решила прощупать почву и подготовиться к завтрашнему дню. Мы планировали съездить в городок Амальфи. Я уговорила мужа ехать туда не на машине, а на пароме. Ну, во-первых, потому что с парковками машин очень сложно, а во-вторых, хочется с ветерком прокатиться на пароме. В Солерно, в двух шагах от отеля, где мы остановились на время отпуска, находится станция метро. Да-да, в Солерно есть метро. Правда, всего семь станций, но очень удобно для передвижения по городу. И пока мой муж спал и отдыхал, я воспользовалась метро и поехала в порт для того, чтобы уточнить расписание паромов. Конечно же, есть сайт, на котором можно было быстро посмотреть расписание. Но мне хотелось найти порт, посмотреть расписание, найти, где будет проходить посадка. Одним словом, мне надо было подготовиться, чтобы уже знать, куда завтра идти. Все дело в том, что мы путешествуем с Сиси, с нашим четвероногим другом, который живет с нами уже 11 лет. И каждый отпуск мы путешествуем вместе. И она иногда прокладывает свои маршруты для прогулок. И поэтому, чтобы не опоздать на паром, надо было точно знать, куда идти. Порт расположен в центре города Солерно, рядом с большой площадью Пьяце де ла Конкордия. Небольшой порт полностью предназначен для туристических судов. И здесь находится место посадки и отправления паромов на Амальфитанское побережье. Мне очень понравилось, что мы остановились в отпуске в городке Солерно, откуда можно проложить много маршрутов для путешествия, что мы и делали. Можно отправиться на пароме в городок Амальфи, Позитано, Ветри, Читара, Майори, Минори, на остров Капри. У туристического порта есть очень много лодок, которые можно взять на прокат и совершить путешествия по Амальфитанскому побережью самостоятельно. На следующий день мы отправились на пароме в городок Амальфи. Идет посадка на паром. Билеты на паром продают без мест, и поэтому можно занять любое место. Амальфитанское побережье. Побережье простирается примерно на 55 километров. От городка Абьетри-Сульмары, который считается воротами Амальфитанского побережья, до Позитано. Сразу же нам предложили прохладительные напитки. Я иногда буду называть населенные пункты городками, а иногда деревушками. Не судите строго. Не могу сказать, что это город, но и язык не поворачивается назвать, что это деревня. На Амальфитанском побережье 13 населенных пунктов. 13 городков, которые очень красивые. Если у вас мало времени на осмотр Амальфитанского побережья, то можно отдать предпочтение трем городкам. Городку Амальфи, Позитано и Равеллу. Амальфитанское побережье прекрасно круглый год. Но чтобы одновременно насладиться прогулкой по городу и морем, все-таки советую выбрать для посещения Амальфитанского побережья июнь или сентябрь. В июле и августе уже очень жарко, и в это время и по городу гулять некомфортно, и все пляжи переполнены. С января по март часто бывает время дождей, и прогулка по Амальфитанскому побережью может быть под угрозой срыва. И все-таки, как я уже сказала, лучшее время для посещения Амальфитанского побережья остается июнь и сентябрь. Если ехать по Амальфитанскому побережью на машине или автобусе по суше, то дорога проходит по скалистому побережью, и эта серпантинная дорога бьется между роскошными виллами, виноградниками, лимонными рощами, красивыми террасами, и все это с прекрасным видом на море. Дорога была построена в эпоху бурбонов в первой половине XIX века и считается одной из самых красивых дорог Италии. До строительства прибрежной дороги можно было добраться из одной деревушки в другую по горным тропам для мулов, которые до сих пор существуют и ценятся любителями походов. У меня теперь появилась мечта. Хочу как-нибудь в сентябре пройти по этим тропам. Говорят, оттуда открываются еще более прекрасные виды на море. Утром из Солерно до Амальфи мы добрались без остановок, и поэтому маленькими деревушками Амальфитанского побережья, подвешенными между сушей и морем, мы любовались издалека. Дух захватывал от красоты. А на обратном пути из Амальфи в Солерно мы останавливались почти в каждой деревушке. И у нас была возможность со стороны моря полюбоваться населенными пунктами, которые и так похожи на маленькие вертепы. В конце видео я вам их покажу. Ну а сейчас, дорогие друзья, я приглашаю вас вместе со мной прогуляться по городку Амальфи. В каждом городке Амальфитанского побережья витает в воздухе сладкий аромат цветов и плодов апельсинов и лимонов. А какое же здесь вкусное лимонное мороженое? Сегодня мы приехали в городок Амальфи, чтобы просто погулять и купить вкусное лимонное мороженое. Честно сказать, мне не хотелось заходить ни в музей, ни в собор. Мне хотелось лишь бродить по улицам, любоваться пейзажами. Мне хотелось ощутить атмосферу городка, который как магнит притягивает к себе так много туристов. Фонтан Санкт-Андрея находится на площади перед Кафедральным собором Амальфи и является одним из главных достопримечательностей города. В центре фонтана статуя Святого Андрея, покровителя Амальфи. Он изображен с иксообразным мученическим крестом. Вокруг размещены четыре крылатых ангела с большими рыбами. С другой стороны изображен сапир, сирена и пищная птица. Площадь, на которой стоит фонтан, очень оживленная. Здесь собираются местные жители поболтать, отдохнуть. Ну а туристы останавливаются, чтобы полюбоваться красотой города и сфотографироваться на память. Субтитры создавал DimaTorzok Также на площади рядом с фонтаном расположены многочисленные бары, кафе, джелатерии, где можно отдохнуть и попробовать физическое мороженое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В любом из городков Амальфитанского побережья живописные лабиринты лестниц, узкие улицы, переулки. Они соединяют между собой горы и море, и получается настоящий вертикальный пейзаж. Какое же все-таки вкусное сорбетто из лимона в Большом Лимоне. Будете в городке Амальфи – обязательно попробуйте. А еще мне нравится лимонный деликатес, который называется «Лимонное наслаждение» – «Делиция аль лимоне». Давайте прогуляемся по улицам Амальфи, отвлечемся от проблем, порассматриваем немного витрины и поговорим. Если вы хотите провести несколько дней на Амальфитанском побережье, то сюда лучше всего добираться на пароме или на автобусе. На машине, конечно, можно, но с парковками здесь проблема. Во-первых, их очень мало, а во-вторых, они очень дорогие. Так что самый лучший способ передвижения по Амальфитанскому побережью – это общественный транспорт. Если вам не подходит такое путешествие, вы можете остановиться в любом городке Амальфитанского побережья, как в отелях, так и в «Bet and Breakfast», или снять квартиру, или даже остановиться на великолепной вилле. Все зависит от того, что вы хотите. Амальфи – небольшой городок. Его можно полностью исследовать пешком. Начиная с самой низкой части города, можно легко добраться до исторического центра, а затем подняться на самую высокую его часть. «Ящи хранится на маленькую и очень хорошая часть» «Но ящи хранится на арабском доме» «Да не добавляла бы». Узкие улочки с небольшими магазинами и отелями создают уникальную атмосферу, которая влюбляет в себя каждого туриста. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте будем добрее относиться друг к другу. И тогда все ваши несбыточные мечты обязательно сбудутся. Продолжение следует... 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 Городок Читара Про этот городок я расскажу вам в одном из следующих видео. Мы ездили в этот городок, гуляли, и я сняла для вас небольшое видео. В этом видео я вам хочу показать городок Читара с морем. Посмотрите, какой он красивый. Напоминает вертеп? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Городок Вьетри Сульмары. Про городок Вьетри я рассказывала вам в прошлом видео. Если вы пропустили это видео, обязательно посмотрите. Городок просто потрясающей красоты. Еще несколько минут, и мы в Саверну. Дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя прогулка по Магитанскому побережью заканчивается. Ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось, и, как всегда, пишите комментарии. До новых видео, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok